Привет! Вы на канале Climate Change. С наших выпусков вы узнаете о климате и катаклизмах, с которыми людям приходится сталкиваться в эти суровые дни, и как обостряется климатическая ситуация в мире, последние произошедшие стихийные явления и происшествия с разных уголков мира. Сильный циклонический шторм Яс пересек северное побережье индийского штата Адиша, примерно в 20 километрах к югу от Баласура, утром 26 мая 2021 года, с расчетной скоростью ветра от 130 до 140 км в час и порывами до 155 км в час. Власти предупреждали о штормовых нагонах высотой 2-3 метра в прибрежных районах. Предупреждения о дождях были выпущены в Адиша и Западной Бенгалии. Метеорологи предупреждали, что с 28 мая в некоторых частях Бахира и Утар-Прадеша, вероятно, будет проливной дождь. В штате Адиша были эвакуированы 50 93 656 человек. В общей сложности из-за наводнений были затоплены 128 деревень, в основном в прибрежных районах. В Западной Бенгалии 809 830 человек покинули свои дома в прибрежных районах. Международный аэропорт Калькутты был закрыт 26 мая. Торнадо, предшествовавший шторму, убил двух человек в районе Хугли, к северу от Калькутты. Власти сообщают о повреждении 20 тысяч домов. Новоднение в Индонезии в регентстве Бандунг, провинция Западная Ява, затронула почти 60 тысяч жителей. По данным регионального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, из-за небольших или сильных дождей 24 мая река Ситарум и ее притоки вышли из берегов и затопили районы регентства Бандунг. Глубина поводковых вод местами достигала 2,5 метров. Многие пострадавшие районы ранее были затоплены в январе и затем снова в марте этого года. По данным Метеорологического агентства Индонезии, в городе Бандунг за 24 часа до 25 мая 2021 года было зафиксировано 76,8 миллиметра осадков. Уровень реки Ситарум в Дайрухколоте подскочил до более чем 7 метров. Первоначальные оценки показали, что пострадали 59 819 человек из 16887 домашних хозяйств. 8812 домов, 18 школ и 28 культовых сооружений были затоплены паводковыми водами. Сильные дожди подтопили сотни зданий и многие дороги в центральной части Швеции. Серьезно от интенсивных осадков пострадали пригороды Стокгольма, где за 24 часа до вечера среды выпало 58 миллиметра дождя. По состоянию на утро четверга в шести районах пострадали от подтоплений около 20 дорог, в частности в районе Стокгольма и Эребру. Непогода также повлияла на движение поездов, и пассажиры многих маршрутов столкнулись с задержками. Спасательные службы в Упсале, Стокгольме и Сидер Терне получили около 150 сообщений о наводнениях, в том числе в парках и частных домах. В результате наводнений в Кении погибли по меньшей мере 9 человек. Около 40 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. В отчете от 24 мая Международная Федерация Красного Креста сообщила, что с начала сезона дождей в 16 округах были эвакуированы 39 054 человека из 6 580 домашних хозяйств. Некоторые из перемещенных жителей были размещены во временных лагерях, другие нашли приюту родственников, друзей и соседей. Красный Крест Кении направил группы по оценке ущерба в наиболее пострадавших районах и определение приоритетных потребностей общин. В морской акватории российского города Туапсе проводился сбор и обработка масляных пятен, нефтесодержащей жидкости. Нефтепродукты, согласно мониторингу, вытекли из глубоководного выпускного канализационного коллектора. Первое обнаруженное пятно было обработано сорбентом и ликвидировано, сообщает официальный сайт администрации города Туапсе. Однако при дальнейшем обследовании акватория моря в 790 метрах от берега в районе залегания глубоководного канализационного коллектора было обнаружено новое вытекание нефтесодержащей жидкости. МЧС России ввело режим чрезвычайной готовности. Было привлечено 22 единицы техники, израсходовано 1300 килограмм абсорбента. Нефтемусоросборщики собрали 400 литров поглощающих материалов. Зонд НАСА «Солар Орбитер» впервые зафиксировал на поверхности Солнца сильные извержения. Мощные солнечные извержения могут отправить миллиарды тонн плазмы и электрических заряженных частиц в сторону нашей планеты. Орбитальный аппарат сделал видеозапись двух вспышек на Солнце. В течение ближайших шести лет «Солар Орбитер» будет вращаться ближе к полюсам светила, чем ранее запущенные зонды. С него на Землю будут отправлены первые фотографии солнечных полюсов. Космический корабль сможет двигаться с вращением Солнца, что позволит ему долгое время держаться над определенными областями, чтобы наблюдать извержения и другие области повышенной активности нашей звезды. Солнечные бури могут стать причиной опасной космической погоды. Подобные вспышки взаимодействуют с атмосферой Земли, вызывая полярные сияния. В 1989 году поток электрически заряженных частиц от Солнца на 9 часов оставил без электричества жителей канадского города Квебека. Всплески солнечной активности также представляют опасность для космонавтов, создавая помехи в связи и в работе космических кораблей. Солнце недавно вступило в новый 11-летний цикл. Прогнозируется, что извержения и вспышки станут более частыми, достигнув пика своей интенсивности в 2025 году. На протяжении ближайших пяти лет среднегодовая температура будет как минимум на 1 градус по Цельсию выше до индустриальных показателей до 1860-1900 годов. Причем как минимум один год побьет температурный рекорд 2016 года. В этом метеорологи уверены на 90%. Велика вероятность 40% того, что в какой-то год температура временно увеличится на 1,5 градуса по Цельсию. Именно эта цифра фигурирует в Парижском соглашении по климату в качестве предельно допустимой, иначе мир ждут катастрофические и непредсказуемые последствия. Эксперты также ожидают, что в 2021-2025 годах в регионах высоких широт будет более влажно, а в Атлантике участятся тропические циклоны. Полученные выводы основаны на опыте всемирно известных климатологов и на данных лучших систем прогнозирования из ведущих климатических центров по всему миру, пишет официальный сайт ООН. В ООН считают, что нынешний 2021 год и ноябрьские переговоры по изменению климата в Глазго должны стать переломным моментом в сдерживании климатических изменений. Изменение климата займет одно из центральных мест в повестке дня саммита лидеров группы 7, который пройдет в Великобритании с 11 по 13 июня. На этом выпуск подошел к концу. Спасибо за просмотр и вашу активность. Оцените это видео и нажмите на колокольчик. Подписывайтесь на канал, если вы до сих пор этого не сделали. Будьте бдительны, не будьте равнодушными к окружающим и берегите жизнь.